Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать тему Past Simple и Past Continuous по рабочей тетради Enterprise Elementary. И перед нами одиннадцатое упражнение. Подберите правильное слово. Так, здесь я так смотрю, наречия надо подбирать. Ну что ж, подберём. Потом следует держать всегда в голове, что есть слова, которые характерны для Past Continuous. Это While, это вот как здесь During, это может быть For, кстати. Это может быть As и When тоже вполне может быть. Есть слова, которые вроде бы как считаются характерны для Past Simple. Ну, там Suddenly, допустим, или что-то такое, вот как в предыдущем упражнении. Suddenly, вот здесь вот. Итак, значит, первое предложение. The man in front of me kept talking, или During, или While the concert. Здесь будет During. Почему? Потому что While, если бы пришлось ставить While, то после While мне нужно было бы поставить ещё целое предложение. То есть, While должно быть с предложением, с подлежащим, со сказуемым, всё как положено. В то время как During употребляется просто, ему достаточно одного слова, и всё станет ясно. Она села на диету, то ли весь день вчера, то ли просто вчера. Понятное дело, что здесь будет просто вчера, не более того. Потому что, если бы было All day yesterday, вот это вот дело, тогда мне бы пришлось здесь ставить Was starting. Вот так вот оно было бы. Если бы это было, то вместо started пришлось ставить Was starting. Но Was starting, сами понимаете, мягко говоря, не звучит. Поэтому придётся поставить Yesterday. И started здесь правомерно Yesterday. Это Past Simple. Далее. Jill was riding a ladder during, или While. Steve was doing the washing up. Jill писала письмо, в то время как Стив мыл посуду. И вот здесь ситуация, когда мне нужно поставить While. Здесь будет While. While – это именно тот случай, о котором я говорила чуть-чуть раньше, что While требует после себя предложения. Вот оно, это предложение Was doing the washing up. Вот именно по этой причине мы и ставим While, мы не ставим During. Хотя During, в принципе, может ставиться с Continuous. Но, опять же, нужно внимательно смотреть, о чём идёт речь. Далее. He had a car accident two weeks ago, или for the last two weeks. Он попал в автомобильную аварию две недели назад, или в течение последних двух недель. Ну, сами понимаете, в течение последних двух недель, но совершенно не по смыслу. Поэтому здесь определённо two weeks ago. Это Past Simple. Далее. This time, last Saturday, или by last Saturday, I was lying on a beach, eating ice cream. В это время, в прошлую субботу, или до прошлой субботы, я лежал на пляже и ел мороженое. Понятное дело, что by last Saturday мне никак не подходит. Потому что такого рода выражение, вот это вот дело, скорее бы употреблялось с Past Perfect. Вот. И здесь бы, можно было бы сказать, если бы, если бы, чисто теоретически, если бы я его должна была ставить, тогда мне бы пришлось изменить своё сказуемое и сказать I had lied, или чё-то в этом роде. Или, точнее, I had lain, lie, неправильный глагол. I had lain on the beach. Ну, как-то так вот. Лежал на пляже до последнего субботы. Получилось бы странно, конечно. Ну, как-то очень так это, ну, в общем, непонятно. Одним словом, by last Saturday здесь явно не в тему. Поэтому здесь будет у нас this time, last Saturday. Это, кстати, из той обоймы выражений, которые достаточно часто употребляются с Past Continuous. Это своеобразное уточнение по времени. Далее шестое. He was riding his bike while, или when he saw the dog. Он ехал на велосипеде, когда увидал собаку. И здесь очень интересная ситуация. Здесь как бы вроде бы, вроде бы, можно поставить и то, и другое. И while, и when. Потому что очень часто считается, что while и when это почти синонимы. Но это не синонимы все-таки. И здесь, конечно, будет when. Почему? While здесь можно было бы поставить, но не перед he saw the dog, а перед he was riding. Вот если бы здесь стояло while, вот здесь вот, перед he, while he was riding his bike, he saw the dog. Это было бы нормально. То есть while здесь можно было бы поставить, но только в первой части предложения. Во второй же части предложения мне придется поставить when. Еще почему так надо делать? Потому что, если я переведу предложение, получится так. Он ехал на велосипеде в то время, как увидел собаку. Ну, сами понимаете, не очень хорошо звучит. Лучше будет он ехал на велосипеде, когда увидел собаку. А если while, то, допустим, было бы так. В то время, как он ехал на велосипеде, он увидал собаку. Вот это уже совсем другое дело. Поэтому здесь определенно when, здесь нельзя ставить while, мы ограничены местом. Если бы ограничения по месту не было в предложении, тогда можно было бы и то, и другое ставить. Так, идем дальше. Седьмое. The man was climbing through the window just as, или while, допустим, the policeman walked into the room. Значит, какой-то мужик лез в окно, поднимался, ну, в помещение куда-то, залазил, короче, через окно, в то время, как полицейский вошел в комнату. Или как раз тогда, когда полицейский зашел в комнату. Здесь вот это just показывает мне, что это как раз в то время, как раз тогда. Значит, что мы здесь поставим? Значит, опять же, здесь ситуация почти аналогичная предыдущей. То есть, если бы, если бы мне пришлось ставить while, тогда мне пришлось бы это while поставить перед the man. Вот здесь. В то время, как мужчина залазил в окно, полицейский вошел в комнату. Мне бы тогда не было смысла ставить just, было бы достаточно while. Но поскольку у меня while обычно не ставится, кстати, while не ставится с обычным прошедшим временем по simple, поэтому, естественно, мне придется здесь поставить as. На перемот это вроде бы как совсем не влияет. As в данном случае переводится словом когда. Но, тем не менее, просто нужно помнить, что as, допустим, всеядное слово, его можно ставить и с continuous, и с past simple. А while больше тяготеет к past continuous и почти никогда не употребляется с past simple. Далее, восьмое. They were cooking all day, по-видимому, или during yesterday. Они готовили весь день, по-видимому, вчера. И мне хочется поставить all day. Это будет правильно, просто по смыслу. Потому что я же не скажу, они готовили на протяжении вчера. Ну, как это? Вообще говоря, что интересно, during слово обычно употребляется не просто с отдельно стоящими словами. Обычно during не употребляется со словами yesterday, tomorrow, там, и все такое. During обычно его любят ставить с событиями. Там, концерт, мероприятие какое-то, там, прием, соревнования. Вот в таком смысле. Далее, девятое. The time. Child slept all night, или all night long. А, at night. Значит, уставший ребенок спал ночью, или спал всю ночь. Я думаю, что здесь спал, в принципе, здесь и то, и другое можно поставить, если уж на то пошло. Спал ночью, вполне может быть. Slept at night. Я поставлю здесь at night. В принципе, здесь можно было бы поставить и all night long. Но all night long больше все-таки употребляется с продолженным временем, с continuous. Если бы здесь было was sleeping вместо slept, вот тогда определенно можно было бы ставить all night long. А так, all night long будет спорно. А вот at night это будет самое, что ни на есть то, что нам нужно. Так, идем дальше. She found him at 7 o'clock. Now, last night. Ну, понятно, что now не пойдет, потому что сейчас и позвонила. Ну, как это она позвонила ему в 7 часов сейчас? Ну, сами понимаете, не очень звучит. Поэтому здесь все лежит на поверхности. Здесь просто будет last night, не более того. Ссылка на видео по употреблению during и while стоит в описании видео, равно как и ссылка на скриншот страницы, также в описании видео, если у вас нет этой рабочей тетради к Enterprise Elementary. Спасибо за внимание. До свидания.